Отдел охоты на демонов 4. Секретная техника духовного источника. В китайском онлайн-кинематографе даже три фильма в одном цикле уже серьезное достижение, показывающее либо большой успех у зрителей, либо крайнюю самоуверенность продюсеров. А Секретная техника духовного источника и вовсе четвертый фильм франшизы Отдел охоты на демонов, все картины которой, что еще более редко, создавались одними и теми же людьми. Интересно и то, что коммерческие показатели у этой части оказались не хуже, чем у предыдущих фильмов цикла, так что Отдел охоты на демонов вполне может продолжиться. Действие Секретной техники начинается в небольшой деревне, куда прибывает отряд уже знакомого нам по предыдущим частям франшизы Танлин Фэна. В деревне, кажется, пробудился древний древесный демон, и Танлин Фэн со товарищи должны уничтожить всех, кто вступил с ним в контакт. Лин Фэн выполняет задание, но по возвращению узнает, что ему необходимо объединить силы с мастером механизмов Гун Шу Ци. Для борьбы с древесным демоном Гун Шу готовит гигантскую марионетку, и для управления ею ему нужен свиток мастера механизмов Лу Баня, тот самый, из-за которого когда-то был уничтожен весь клан Танлин Фэна. Но возле Гун Шу крутится колдунья Гун Ян Тун, хорошо знакомая нам по предыдущим частям цикла, а ее участие в любом деле не сулит ничего хорошего. Цикл Отдел охоты на демонов делится на два параллельных. В нечетных частях рассказывается о четверке элитных бойцов отряда МИН, а в четных – о Танлин Фэне, бойце отряда ИН, где служат изгои и преступники, которыми отдел всегда готов пожертвовать и участие которых в операциях даже не особо афишируется. По мнению китайских зрителей, выставляющих оценки на китайских сайтах о кино, части о Танлин Фэне получаются более удачными, и с этим трудно спорить. По крайней мере, секретная техника духовного источника смотрится заметно интереснее третьего фильма – «Редкие существа западного края». В отличие от четверки из отряда МИН, на службе которых стоит старая добрая магия, Танлин Фэн является мастером механизмов, наследником полуфэнтезийного учения Лубани, что наделяет фильм о нем необычным стимпанковым вайбом, проявляющимся как в сюжетах, так и в картинке. На экране щелкают, крутятся и собираются разнообразные механизмы – отводные доски, раскладывающиеся из небольшого кубика, до уже упомянутой гигантской марионетки, подпирающей небеса. Причем все эти чудеса техники соседствуют с демонами и более традиционной магией, так что мир отдела охоты на демонов кажется одновременно разнообразным и цельным. За четыре фильма режиссер Хо Суицян прекрасно освоился и в этом жанре, и в этом мире, так что смотрится секретная техника духовного источника легко и увлекательно, особенно если вам понравились предыдущей части. Отдел охоты на демонов славится тем, что Хо Суицян не видит ничего зазорного в том, чтобы с одной стороны заменить актера, играющего одного персонажа в следующем фильме, на другого, а с другой – отдать полюбившемуся актеру другую роль, если его герой из предыдущей картины в следующей части не появится. Так Темпа Джан, изображающий Тан Лин Фэна в частях со второй по четвертую, в первом фильме играл другую роль, а молодой актер Джан Зе Цзюнь за четыре части и вовсе сыграл трех разных героев. Это, конечно, дезориентирует, но если вы добрались до четвертого фильма цикла, то к таким его особенностям уже должны были привыкнуть.